Я говорю, чипсы очень поднимают детское настроение. Федор Сергеевич, а что ты делаешь? Ничего, вижу, что не видишь? Не, ну я вижу, что ты лежишь. Только чего ты лежишь и скучный такой? Настроения нету. А чего у тебя настроения нету? О, а ты часом не приболел? Какой-то ты теплый. Нет, просто нету настроения. А давай-ка мы лучше к врачу съездим, чтобы наверняка убедиться, что ты не заболел. Да не хочу я к врачу, просто нету настроения. Ну а что сделать, чтобы оно у тебя появилось? Ведь это ненормально, что ребенок и без настроения. О, поехали. Я расскажу, как поднять настроение мне. Ну поехали, поехали. Я на все готов, чтобы у тебя было настроение. Папа, я уже чувствую, как у меня поднимается настроение. О, отлично. Только осталось узнать, что же ты придумал. Ребята, пошлите с нами. Федор, что-то я не пойму. Так ты меня в магазин привел. Да. И это и есть то, что улучшит тебе настроение? Мне срочно надо улучшить настроение. Пошли в магазин, я все скажу. Ну пошли. Что же ты придумал, интересно? Папа, нам туда, в магазин игрушек. Да? Ну как скажешь. Пошли посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Папа, дай мне тот нерф. Я хочу посмотреть. Ого, ничего себе. Так это нерф из Фортнайта, да? Такой огромный. Да, папа, чтобы мне поднять настроение, мне надо его купить. Бро, в смысле? Я думал, ты просто посмотришь, и твое настроение само собой улучшится. Нет-нет, папа, так не работает. Пошли на кассу. Ого. Ребят, мне кажется, я влип. Ну что не сделаешь, чтобы поднять настроение ребенку? О, вот этот мотоцикл хочу собрать. А чего именно только мотоцикл, а не гонку, например? Папа, ну как ты сказал? Давай еще и гонку возьмем. Нет-нет-нет-нет, ставь на место, а то твое настроение сильно переулучшится. Хватит только мотоцикла и нерфа. Давай, не наглей. Бери нерф и пошли. По-моему, здесь достаточно уже для поднятия настроения. Так, ну что, купленные тебе игрушки для улучшения настроения мы положили в камеру хранения. А теперь пошли, зайдем в магазин, мне кое-что домой купить надо. Пошли. Пошли, пошли. И мне кофе для поднятия настроения. Что там бубнишь, Федор Сергеевич? Нет, ничего, тебя послышалось. А, понятно. Папа, у меня настроение падает. Ого, и что нужно делать, чтобы оно поднялось снова? Ну как что, элементарно сладкое купить? Ну давай тогда возьмем тебе для поднятия настроения по-сладкому яйцу с игрушками. Ну и давай шоколадку еще возьмем. Столько, хватит? Да, хватит. Давай только еще вот эту дутеллу возьмем и набор. Ну ты, разоритель. Да, наверное, сильно у тебя настроение упало. Ладно, давай возьмем. Что не сделаешь, чтобы у тебя все было хорошо. А теперь пошли посмотрим то, что мне надо было купить. Это или это? Федор Сергеевич, ты чего там застрял? Мне за молоком надо идти, за сметаной домой купить. Пап, а я пить хочу. Фу, так мы как раз за молоком шли. Молоко и попьешь. Молоко так настроение не поднимает, как пепси. А что, разве оно у тебя снова упало? Мы же вон шоколадные сладости тебе для поднятия настроения купили. Так я же их еще не съел. Ладно, бери что-нибудь, а то будем долго стоять спорить. А теперь пошли за молоком. Пошли. Так, какие уже взялось. Федор Сергеевич, ты опять застрял? Я не застрял. Я не могу определиться, что мне купить. Так а с чего вдруг ты вот решил среди чипс выбирать, что тебе купить? Вообще-то мы за молоком шли. Вот, а пока мы шли за молоком, мое настроение снова упало. И надо его поднять с помощью чипс. А не хитрешь ли ты, мальчик, а? Нет, нет. Я говорю, чипсы очень поднимают детское настроение. Ну, если все так серьезно, и оно у тебя настолько упало, давай выбирай скорее. И бери уже пачку побольше, чтобы мне тоже хватило. Вот, самые большие. Вон, подай. О, большая пачка. Ну, держи. Ох, я так чувствую, что настроение уже поднимается. Давай, клади. Ну, мы хоть за молоком дойдем сегодня, а то мое настроение упадет. Ну, наконец-то дошел до молока. Так, а где Федор Сергеевич, не понял. О, вот ты где. А что там ходишь? Я еще кое-что взял для настроения. Ого! Ничего себе ведро с мороженым. Это ж на сколько твое настроение-то упало? Какая разница, на сколько оно упало? Главное, на сколько поднимется. Ну, я надеюсь, это уже последнее, так скажем, поднимание настроения упавшего. И тебе достаточно? Да, только не забудьте игрушки забрать в камере хранения. Ну, вот и отлично. Пошли туда на кассу, купим это все. А то пока не купим, оно же не будет поднимать настроение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok